здравствуйте дорогие друзья меня зовут анна и я рада приветствовать вас на своем канале посылку я заказывала с авито здесь у меня гортензии я хотела давно гортензии серии pan и гортензию которая древовидная но она с махровыми соцветиями вот не знаю насколько она новинка в общем хотелось мне и я нашла у продавца не хотела никаких заказов делать в общем нашла и цена меня в принципе устроила черенок стоит 250 рублей вот еще раз заказывала на авито поэтому если кому то интересно и заходите на авито ищите то есть можете найти и за 250 рублей черенок и за 70 рублей черенок до грубо говоря и за две с половиной тысячи растений то есть это уже смотрите как вам удобно растение шло до меня неделю вот я вообще что хотела сначала я хотела эти этих паночек так сказать для рассадите по горшкам и выращивать как контейнерное озеленение и хотела сразу то есть дать им объем в принципе хотя бы литров 5 или там два литра ну как бы там какие горшки мне свободны были но тут у меня немного меняется все и поэтому я сейчас посмотрю в чем они вообще мне пришли потому что если честно я даже не знаю в чем они в каком объеме вы до меня доехали да там где тут у меня начало так сейчас разберемся вот и я не знаю в какому не могу сообразить в общем я не знаю в каком объеме грунта мне пришли растения на данный момент поэтому сейчас да посмотрю но в любом случае сейчас буду по ситуации смотреть и думать куда их рассаживать либо в по 9 либо в литровые горшки не больше вот потому что тут по обстоятельствам по некоторым потом возможно вам расскажу вот что же делать буду с растениями растений сделать буду следующее во первых распечатаю во вторых никакими пинами и так далее я прескать их не буду сегодня я их просто достану и вынесу на улицу в тенек то есть они пусть у меня адаптируются они будут стоять у меня в том месте где солнышко где-то часов до 11 может до пол двенадцатого это вот так и то есть не жаркое такое а потом солнца нет вот где у меня растет там до крупнолистная гортензия деша стоят мои черенки дальше чтобы вот такое действие я буду обрабатывать их у от вредителей от болезней но тоже не сейчас пусть они у меня немножко адаптируются для этого я сразу обрабатывала то есть не успела мне растение прийти я уже давай быстрее тут все обрабатывать все не знаю что делать сейчас я стала немножко по-другому к этому относиться и даю время растению адаптироваться и уже только потом я обрабатываю то есть понятное дело что они меня не будут стоять все вместе прям тут листочек листочку они у меня будут находиться чуть по отдельности то есть да как там позволит место но тем не менее прям рядом рядом я их ставить со своими растениями не буду потому что мало ли что можно принести себе то есть даже ну вредители они есть вредители как будто дается ничего не сделаешь и ничего не скажешь так гортензии серии pan у меня они все я выбирала те которые более морозоустойчивые самые да такие вот там просто в любом подвиде так сказать да есть которая более морозоустойчиво есть те которые менее морозоустойчиво я выбирала более морозоустойчиво чтоб не очень не заморачиваться ни с чем в принципе вот так как тут сейчас сейчас развяжем что не придумал вот поэтому пока как так так это у меня panflora дамочка такая продавец вел ее видим на что в один ствол тут немножко стала древеснивать что даже очень радует потому что дает гарантию того что растение перезимует ничего сейчас прищипывать я не буду и свои черенки я прищипывать не буду потому что все равно уже конец июня а я живу в вологодской области на данный момент на востоке вологодской области и бывает такое что у нас в сентябре уже снег может выпасть и уже какой-то первый заморозок быть или там в начале октября и мне важно чтобы у меня растение уже были окрепшие то есть если я сейчас на черенку и пока они укоренятся и так далее и то есть как бы партик пока одно другое не могут у меня не перезимовать а мне важно чтобы они меня все перезимовать так ну вот панфлора наша так идем дальше смотрим что тут у меня здесь для тенди серии и вот древовидное это чуть поменьше продавец брала скорее всего с ней черенок потому что видите нету верхушку либо просто решила прищипнуть либо брала черенок как бы мне и я работаю с этим растением как того что корневая у него я уже вижу здесь что на хорошая неплохая то есть но ни на что это в принципе не повлияет не влезешь ты в эту коробку она маленькая барсик вот и куда ты только откуси уже вот что за плохой код ты почему я так ведешь так иди так это панателло панателло дошла чуть конечно похуже то есть тут подсохли листики у нее но ничего оклемаемся и вот тут из междоузли вот вижу что пошла почечка чуть-чуть и вот еще из одной вот еще из одной так это панателло у нас корневая тоже да вот ее видно что она нормально поэтому думаю что я ее пересажу их вернее пересажу литровые горшки не сегодня сегодня не буду ничего делать думаю что завтра скорее всего посмотрю там по времени как у меня будет время потому что они пришли до пол-литровых горшках поэтому я их буду рассаживать в литровые горшки если бы они мне пришли в горшках например там 200 миллилитров и там 100 миллиметров то есть маленький горшочках я бы их рассаживала уже соответственно пол-литровые горшки то есть постепенно ну и вообще вот обычно если бы пол-литровые вот если бы как просто до поступать я бы рассадила уже в больший объем чем литр но у меня немножко ситуация другая и поэтому рассаживать пока в литровые горшки в более крупные горшки рассаживать не буду и зимовать они как у меня будет я не буду в открытом грунте понятно дело оставлять я буду ну точнее не в открытом грунте они мне будут да то есть они будут в контейнерном у меня тут озеленение и так сказать находиться поэтому я буду прикапывать если скорее всего в теплицу ну посмотрим до зимы еще время есть так это а еще литл лайм я заказывала это вот литл лайм то есть у меня высокие гортензии есть и мне еще нужны были низкие для большие так сказать то есть если составлять это композиция чтобы у меня были и пониже гортензии повыше и высокие гортензии вот вот такая тоже корневая он не виднеется буду растяживать тоже в один ствол а вот как упаковка хорошая как бы да я ничего не скажу и саженцы в принципе нормальные более 2 50 рублей за штуку сейчас вот именно с появлением авито с появлением того что все больше и больше людей как-то да этим всем занимаются развиваются в этой сфере да именно вот гортензия растения ты вообще без разницы и там и овощи фрукты цветы то есть состава как-то попроще то есть плане того что вот например я недавно ездила туда в мае наверное да в мае мы ездили с мамой волокду но они-то там рядом с ней живут и я далеко живу вот и я приехала то есть я ехала специально и ничего там особенно я не купила потому что сорта в принципе все одинаково мне неинтересно мне хочется знаете что-то было чтоб необычно так это у меня панелька вот еще кстати почему я хотела именно гортензии серии панк во первых потому что они маленькие такие симпатичные а во вторых потому что они имеют аромат что немаловажно потому что я очень люблю когда пахнет и цветов пахнет и духи люблю дома у меня всегда как бы либо освежитель стоит либо диффузор что-нибудь такое то есть чтобы хоть какой-то ненавязчивый запах но был вот и неважно чтобы у меня и гортензии тоже пахли потому что гортензии все мы знаем в основном они ну не источает такой прям аромат чтобы было их издалека слышно так вот это вот гортензия побольше я даже не знаю кто это честно я не помню даже кого уже заказывал потому что мы как бы вообще с продавцом договорились что она будет отправлять осенью из-за того что древовидная гортензия которая с махровыми цветами она у нее была маленькая она сказала что она будет ее черенковать думаю ну вот черенковать она говорит это в августе в сентябре скорее всего вот отправка но пишет мне что говорит удалось откопать череночек от куста то есть видимо где-то пошел отросток и на мне маленький отросточек откопала вот думаю что не может не радовать так сказать да это что интересно кто это может еще подарок какой-то так ладно разберемся я правда не помню потому что я заказывал уже как бы древовидная должна быть ну по листикам по крайней мере пишу с продавцом а наверное да это подарочек потому что я заказывала 5 растений 3 серии пан одну древовидную и одну древовидную древовидную и что такое нет или то это древовидная и кто где кто куда кто такой что за друг посмотрим кого мне подарили товарища пакета тут намотали так конечно знатно так а он вообще с ручками пакет так и кто признавайся так древопитная анабель подарок у меня интересно есть просто она будет не знаю если у меня просто набрали нет я знаю что меня свит она был стронка на был то есть она были разных вот просто она был ну и все равно я получается вот еще одна в подарочек то есть вот это вот это вот да вот это древо подождите пожалуйста барсик ну куда ты чуть не своротил нет растения все но не поместишься ты ну не поместишься хоть чуть-чуть но и ладно голова только влезла у тебя туда так и вот подарок получается пришел еще такая вот тут видимо брался черенок потому что видите такая пушит пушится здесь вот ну что ж дорогие друзья вот такие дела то есть сейчас я посмотрю кого-то возможно нужно полить кого-то тут опрыскать да но еще сидящий буду поливать без фанатизма вот секунду они сейчас мне все тут так раз я вам покажу как будет от растения вот так вот здесь все равно тут залез так такие вот дружочки буду сейчас заниматься вот ну что ж дорогие друзья будем прощаться всем всего самого наилучшего всем всего самого прекрасного всех обнимаю целую всем пока пока